МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте! И далее некоторые темы выпуска. Пожар, огнестрел и 9 пьяных водителей. И все это в ноябрьске за выходные. Штраф, если не пустили во двор. Специальная комиссия будет проверять, как содержатся домашние животные в частном секторе. Экстренные меры вызваны карантином по бешенству. Молоко пить или не пить? Первые итоги новой общешкольной программы и первый молочный праздник в городе. Итак, ветеринарные врачи вместе с полицейскими и представителями администрации города будут инспектировать частный сектор с тем, чтобы выявить тех, кто не соблюдает правила содержания домашних животных. Причем владельцев кошек и собак, которые комиссию пускать на порог не собираются, будут штрафовать. Это крайние меры, и приняты они в рамках действующего в городе карантина по бешенству. Напомню, первый случай бешенства на территории ноябрьска был зафиксирован с 6 мая. А 17-го в пятницу специалисты местного центра ветеринарии обратились к жителям города с просьбой привить своих питомцев. Причем сделать это можно бесплатно. Говорили на совещании и о бездомных кошках и собаках. Учитывая, что они представляют наибольшую опасность, в 2013 году зарегистрировано 27 нападений на людей, решено утилизировать бродячих животных. А займется этим клуб Тарпан. На Ямале открылся весенний охотничий сезон на пернатую дичь, который продлится до середины июня. Правда, во всех районах округа дата начала отстрела разная. Так, например, в южных районах охота началась с 18 мая. В центральных ее открытие запланировано на 25 число. А на севере округа охотничий сезон объявлен с 1 июня. В этом году ямальским охотникам разрешено отстреливать серую ворону, гусей, селезней уток, самцов, тетерева и глухаря. Важно помнить, что охота будет разрешена только при наличии охотничьего билета единого федерального образца. Ранее выданные охотничьи билеты признаны недействительными, и получить по ним разрешение на добычу будет невозможно. В ноябрьский же сезон охоты открылся происшествие. В пятницу, 17 мая, 50-летний житель города отправился в лес. Правда, вернуться с добычей охотнику так и не удалось. По неосторожности он прострелил себе ногу. На место происшествия были направлены спецслужбы и медики, которым пришлось добираться до пострадавшего на вездеходе. Сейчас мужчина находится в больнице. Отличился и один из местных рыбаков. Он получил ожог второй степени. Медикам мужчина рассказал, что поехал на рыбалку, развел костер и заснул. Проснулся от того, что почувствовал, что горит нога. Пламя незадачливый рыбак потушил сам. После чего вышел на дорогу и на попутном автомобиле добрался до больницы. В выходные в ноябрьске горела баня. Это случилось в поселке Самострой. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова. С чердака уже шел дым, но огнеборцам здание удалось спасти. Выгорел только чердак. Причина пожара – неправильная эксплуатация печи. А полицейские в выходные охотились на пьяных водителей. Таких, кто не прочь выпить за рулем, оказалось 9 человек. Все они понесут заслуженное наказание. Ну а всем остальным госавтоинспекторы раздавали агитационную литературу. В общем, борьба с пьянством за рулем в ноябрьске продолжается. Как показывает практика, именно в выходные и праздничные дни количество лиц, которые позволяют себе сесть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, значительно увеличивается. В этой связи с госавтоинспекцией города Ноябрьска запланировано и сегодня реализуется очередное профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Во вторник, 21 мая, в ноябрьский личный прием проведет заместитель прокурора Ямала Андрей Петров. Встреча пройдет в прокуратуре с 10 до 17 часов. Записаться можно по телефону 35 18 14. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, теперь составит 40% среднего заработка. Ранее он определялся в зависимости от периода увольнения женщины с работы. Пособие выплачивалось в фиксированных размерах, установленных федеральным законом, если женщина увольнялась в период отпуска по беременности и родам в размере 40% среднего заработка с женщином, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком. Конституционный суд счел такую дифференциацию размеров пособий необоснованной и установил одинаковый подход к определению размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В обоих случаях размер пособия будет определяться, исходя из среднего заработка и составит 40%. «Школьное молоко. Путь к здоровью» так называется программа, которая стартовала в ноябрьской зимой этого года и так называется праздник, который в честь молока был устроен в городе. В Руси для школьников была показана сказка. Она направлена на то, чтобы рассказать детям, чем молоко полезно. А в фойе Дворца культуры были представлены творческие работы учащихся. Они смастерили их из пустых упаковок, которые остаются от молочной продукции. Ну а после детского праздника взрослые, представители городской администрации, департамента образования, директора школ и гости из других городов собрались за круглым столом для того, чтобы обсудить все стороны этой программы по обеспечению школьников молоком. Какие в этом плюсы и есть ли сложности, узнавала Ирина Потехина. С 1 февраля более 12 тысяч ноябрьских школьников получают молоко. Для первой смены оно выдается в качестве второго завтрака, а для второй – это полдник. Ставку на молоко муниципалитет сделал по двум основным причинам. Первое – санитарные требования. Гласят, что детей в школе должны обеспечить двухразовым питанием. А вариант молоко плюс булочка, которую планируют добавить в скором времени, почти идеальное решение вопроса. Вторая веская причина – для растущего детского организма молоко ценнейшая вещь, а у ноябрьских школьников, как показывают медосмотры, проблем со здоровьем хватает. К тому же мониторинг мнения родителей и учеников, которые провели сотрудники департамента образования, показал, что абсолютному большинству идея с молоком пришлась по душе. За высказались почти 90% пап и мам. Показатель по детворе немного скромнее. Практически 60% младших школьников отметили, что им очень нравится вкус молока, и они с удовольствием его пьют. 50% школьников среднего звена и старшеклассники, они отмечают, что вкус молока им нравится. Однако молоко, может быть, не всегда является их любимым продуктом, но они понимают важность и значимость этого продукта, и они считают, что его тоже нужно употреблять. Не любят молоко, по данным департамента образования, лишь 10% учащихся. Но все равно, говорят преподаватели, за компанию его пьют даже те, кто молоко вроде бы на дух не переносит. Тем более, что молоко, которое выдают ноябрьским школьникам, не простое, а почти что парное, да к тому же обогащенное полезными компонентами и йодом. Представитель компании «Тетропак» заверила, что особая технология обработки молока и уникальная упаковка позволяют им сохранить все ценное в напитке и не дают ему испортиться без использования каких-либо консервантов. В молоке сохраняются все те полезные свойства, которые практически мы можем получить от парного. Но парного так долго не хранится. Мы так посчитали с коллегой, получается, что в день мы поднимаем около 200 килограмм. 40 классов комплектов, 6 килограмм коробка. Покажи нам эти коробочки. Вот на класс. Сколько надо коробочек? В одной упаковке 27 коробочек. Получается в среднем, как одна коробка на класс. Ежедневно выдавать молоко почти для тысячи человек. Такая вот дополнительная нагрузка на педагогов получилась. Но никто из работников школы на это не жалуется. Учителей больше волнует вопрос о совместимости продуктов. Это к тому, чтобы школьники не выпили молоко, например, во время обеда, где присутствуют огурцы. И еще это признают и педагоги, и учащиеся. Есть моменты, когда пачки школьного молока хулиганистые мальчишки и девчонки используют в качестве игрушек. Но это действительно единичные случаи. Большинство учеников от младшего до старшего звена с удовольствием заправляются молоком на переменках. Как отец троих школьников могу сказать, что действительно это большой плюс. Вот сегодня такой разговор в автомобиле. Я вез наших ребят, победителей и призеров Олимпиад разного уровня. И они смотрят на часы и говорят, а мы успеем получить школьное молоко. Молоко для нас стало еще одной частью жизни школы. И, наверное, когда мы выпустимся и уйдем, мы будем вспоминать об этом, как мы получаем молоко. Как мы его делим, кто не пьет, у кого мы просим. Ну, не все, конечно, пьют молоко. Но молоко все выпивается. Нравится очень всем молоко. Вкусное. Нам дают бесплатно еще и в школе. Вкусное очень. Молоко самое вкусное в школе. В следующем учебном году плановыми досмотры учащихся должны показать, насколько благотворно подействовала молочная программа на неокрепшие детские организмы. А пока же ясно одно. Город намерен и дальше поить школьников отборным молоком. А чтобы программа текла, как по маслу, и не давала сбоев за лето, департамент образования должен решить несколько проблемных моментов. Это найти помещение для складирования и хранения молока и позаботиться об утилизации пачек. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города. В ноябрьске планируется создать Центр духовно-нравственного развития детей и молодежи. Работа над крупным благотворительным проектом началась. Уже известно, что Центр будет расположен в лесной зоне с выходом на песчаный берег озера Ханто. Деятельность учреждения будет направлена на лечебно-оздоровительное и духовно-нравственное развитие молодежи. Также в его состав войдет еще несколько так называемых островов. Музейно-просветительский, творчество, спорта и экспериментов. Ноябрьские полицейские отметили 30-летие со дня образования территориального органа внутренних дел. На торжественном собрании по случаю юбилейной даты присутствовали не только местные стражи порядка, но и представители окружного управления МВД России, а также ветераны ведомства. Благодарственные письма, почетные грамоты, юбилейные медали и ценные подарки получили большинство присутствующих в зале. Приемственность поколений сотрудники «Газпромнефть», «Ноябрьснефтегаза» знакомят своих детей с производством. Чем занимаются мамы и папы, на работе в этот раз узнавали 75 ребят. Причем многие из них уже выразили желание продолжить дело родителей. Кирилл Мигель продолжит. Семейные династии – явление редкое. Часто дети выбирают свой путь. Но многие из этих ребят в «Нефтянку» пришли бы хоть сейчас. Посмотреть, чем занимаются в рабочее время родители, возможность выпадает нечасто. От бухгалтеров и секретарей до геологов и операторов по добыче. Сегодня вы увидите большое, масштабное, сложное производство. И вы по-другому посмотрите на работу своих родителей, и, может быть, на них тоже. Они из какого цвета? Черного. В управлении геологии воедино сливаются история и современность. Этим образцам около 300 миллионов лет. Каменные глыбы – ничто иное, как керн. Трудно поверить, но нефть добывается именно из него. Нефтяные озера на глубине 4 километров – миф. В условиях сумасшедшего давления эти камни, насыщенные драгоценной жидкостью, отжимаются словно губка. На выходе – то, чем наполнены колбы. Черный, или, как еще говорят, чистый, нефть становится только после фильтрации. Детям очень интересно. Посмотреть, как это получается, нефть образуется, как это получается, получается она. В общем, мне все полностью понравилось. В общем, я бы хотела здесь еще когда-то побыть. Дальше по графику поездка на Спорошевское. Это самое близкое месторождение к городу. Прежде чем вступить на кустовую площадку – непременные меры защиты. А детворе – только за радость. Каска нефтяника – предмет своего рода культовый. Теперь можно и своими глазами посмотреть, какое оно – черное золото. В будущем родители нефтяники надеются, что их дети пойдут по их стопам. И они будут с гордостью носить это почетное звание нефтяник. И напоследок ребята посмотрели, как нефть очищается от лишних примесей, и отведали обед нефтяников. Быть может, через десяток-другой лет все это для них станет привычным. А на производственные экскурсии будут ходить уже их дети. Кирилл Мигель и Александр Иванов. Новости нашего города. Сборная «Газпромнефть. Ноябрь с нефтегаза» сегодня вернулась с отборочного турнира летней спартакиады «Газпромнефти» среди команд предприятий блока разведки и добычи. Сегодня своими достижениями они поделились с родными, близкими и просто друзьями. Гордиться, к слову, есть чем. Среди сотен участников наши спортсмены показали более чем достойные результаты. Футболисты, к примеру, завоевали золото. Мы на этот результат и надеялись, потому что все-таки ребята уже играем и в чемпионате России первые. Поэтому, в общем-то, ну, запрограммировано. Это была победа, то, что все нам удалось, это здорово. И теперь мы будем готовиться уже к чемпионату, к летней спартакиаде «Газпромнефть», которого будет в Сочи в июне месяце. Мы отошли от спартакиадного подсчета очков и в каждом виде разыгрывались отдельные программы. Ну, в отличие от футбола, мы еще выступали в баскетболе мужском и в женском. И в мужском баскетболе, где соответствующие результаты у волейболистов второе место, а баскетболисты заняли почетное четвертое место. Конкурс «Мы в отпуске» продолжается. В нашей официальной группе на сайте «Одноклассники» жители города активно добавляют свои снимки. Итак, пока самые летние наши читатели признали фото Алены Максимовой. Почти три сотни голосов. Еще один явный претендент на победу Наталья Порубаева. 284 голоса. Оценили пользователи и горный пейзаж Николая Чванова. Ему отдано больше сотни голосов. Итак, конкурс продолжается. Напомню, участвовать в нем могут абсолютно все жители города. Победителя ждет ценный приз от нашего спонсора компании «Северавто Ямал» – iPad mini. Таковы новости понедельника. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 21 мая в Сальхарде облачно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, температура 9 градусов тепла. В Муравленко пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. В Ноябрьске облачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура 8 градусов выше нуля.